Насколько вообще сообразуется с одной стороны чувство верующих, которые защищает государство этими законами, и с другой стороны права нашего общества, которое вроде как по конституции является светским? На самом деле никак вообще не согласуется. Очевидно, этот закон нарушает конституцию, потому что здесь идет защита чувств верующих, а не защита прав верующих, как и прав любых людей, которые живут в нашем государстве, поэтому уже здесь идет серьезная нестыковка. На самом деле защита прав верующих уже есть, она закреплена законодательно, поэтому еще защищать совершенно не нужно. Очевидно, этот закон преследует какие-то другие задачи и цели, явно не защита прав верующих, а что-то другое. А на Ваш взгляд, что на самом деле преследует этот закон? Ну, преследует возможности преследования людей, которые будут критиковать Московскую Патриархию, Русскую Православную Церковь, будут критиковать людей, которые находятся в верхушке этой церкви. Скорее всего, он создан для этого. Вот Вы пострадали от того, что Вы сделали, да? Скажите, у Вас какое ощущение? У нас государство светское или какое-то другое? Государство светское, действительно. Но проблема в том, что у нас государство не очень бледет свою конституцию. К сожалению, сейчас участились случаи нарушения конституции. Даже некоторые законопроекты нарушают ее. Поэтому, к сожалению, наш случай стал очередным нарушением конституции и нарушением закона. Наш приговор полностью не соответствует никаким законам. Это, в принципе, легко доказать. Дело сфабриковано полностью от начала и до конца. Поэтому государство светское, да. Но, к сожалению, суды, которые у нас есть, люди, которые возбудили уголовное дело, они явно преследовали не законодательные цели, не цели защиты прав верующих, а цели просто нас посадить. Есть шанс, что остальных участниц посерает, все-таки отпустят по УДО? Шанс есть, он всегда есть, в принципе. Но, что будет непонятно, потому что УДО очень непредсказуемо. Здесь невозможно предсказать, потому что не обсуждается, например, вопрос вины, которым можно как-то доказывать, какие-то аргументы проводить. УДО практически непонятно, что проводить. Просто говорить, что здесь такой парадокс, потому что УДО, как правило, дает людям, которые признают вину. И здесь есть момент, такая концепция исправления. И если суд признает, что человек уже готов исправиться или исправился, его отпускают. Но если человек невиновен, ему нечего исправляться. Он и так хороший гражданин, он и так уже давно исправился, с самого детства. Поэтому здесь такой парадокс. То есть УДО практически сложно получить своими усилиями. Это может быть только как какая-то указка сверху. Полностью непредсказуемый процесс. Поэтому посмотрим, что будет. Но здесь еще у нас рассматривается надзорная жалоба. Как раз вот Егорова ее должна рассматривать. Дело уже истребовано по жалобе на Димаше. Поэтому здесь, возможно, скорее всего, по УДО будет отрицательный результат. А вот по надзорной жалобе, может быть, будет более-менее положительный результат. А общество как-то может повлиять вообще на это дело, на исход дела? Пусть и районы. Ну да, общество, конечно, может повлиять. Но, к сожалению, как это обычно бывает, пик внимания к уголовному делу происходит во время самого судебного разбирательства. Во время вынесения приговора. После этого пик спадает. Это, к сожалению, проблема всех уголовных дел незаконных. В том числе проблема нашего уголовного дела. Пик внимания уже спадает. Многие люди, как не знали детали дела, так до сих пор не хотят их знать. И они уже свыклись с мыслью, что девушки будут сидеть там все два года. И поэтому очень сложно сейчас привлечь внимание, объяснить, что уголовное дело сфабриковано, приговор незаконен, и все должны быть свободны и невиновны. Поэтому, ну если, например, говорить о проблемах, которые возникли у Нади и Маши, например, у них ухудшение здоровья наблюдается, у Нади возникли головные боли, они усилились, они у нее были раньше, во время ситки в СИЗО. Сейчас они у нее сильно усилились, и неизвестно, что это. Это может быть очень серьезная болезнь, это непонятно, что у нее происходит. У Маши сильно ухудшило зрение, у них есть несовершеннолетние дети, которые тоже страдают без своих матерей. Если говорить об этом, может быть, общество как-то сможет откликнуться, потому что здесь есть чисто человеческий момент гуманный, и может быть, это может повлиять. У вас сейчас есть возможность обратиться к людям, просто к обществу. Пожалуйста. Хорошо. Ну, во-первых, хочу сказать, что, собственно, мы все были признаны виновными, совершенно незаконно. Мы не виновны, это очевидно, вам скажут, что это любой юрист. И здесь последствия того, что сейчас Надя и Маша находятся в колонии, они очень плохие. То есть невиновные люди испытывают огромные проблемы со здоровьем. Мы не знаем, что сейчас происходит с Надей, потому что у нее постоянные головные боли, вплоть до тошноты, вплоть до потери сознания и так далее. То есть у нее огромные проблемы, и невозможно это лечить в условиях колонии. У Маши тоже сильное ухудшение со зрением. У нее на несколько единиц упало зрение, она практически тоже не может читать в итоге. И у них совершенно не дети, которые, естественно, очень сильно страдают без своих матерей. Соответственно, это может сказаться на их дальнейшем развитии. Поэтому последствия очень большие. Посадки невиновных людей. Поэтому, в принципе, важно это знать, помнить об этом. Может быть, как-то можно повлиять на эту ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok